Всем привет! С вами Ольга Чайка на канале Чайка-Чертила. Обычно мы говорим про ремонт глазами архитектора. Сегодня мы обсудим квартиры с подвохом. Назови топ-5 неудачных квартир. Все достаточно просто. Первое, что мы видим, когда мы в квартиру заходим? Первое, что мы видим, это прихожая. Так вот, если прихожая слишком узкая и около входной двери нет закрылка от 80 см, эта квартира неудачная. Второе, если комнаты слишком узкие. Например, комната у вас в соотношении сторон больше, чем пропорции 1 к 2. То есть, соотношение короткой стены длинной, в стене больше, чем 1 к 2. И окно у вас расположено по короткой стене. Эта комната неудачная. Третье, если в квартире только один санузел, и этот санузел совмещенный. Четвертое, если на вашу квартиру приходится архитектурный изыск дома. Ну, допустим, поворачивается секция относительно другой секции. В вашей квартире присутствуют тупые углы или острые углы. И пятое, слишком маленькая кухня. Что такое простенок и почему не менее 80 см? Все очень просто. Мы входим, у нас есть входная дверь. Есть отверстие под входную дверь, оно занимает порядка метра. С одной стороны у нас есть простенок, и с другой стороны у нас есть простенок. С одной стороны, где-то мы должны разместить шкаф. Шкаф прихожей рассчитан на отвес крупной сезонной одежды. То есть мы туда вешаем большие крупные куртки, мы туда вешаем шубы. Соответственно, этот шкаф по глубине должен занимать от 70 см. 60 см нужно на наполнение, и 10 см занимает направляющая для шкафа купе. Соответственно, если ваш простенок уже, вы можете разместить только шкаф с торцевыми вешалами. Шкаф с торцевыми вешалами очень нефункционален. В этом шкафу может висеть очень мало одежды. И хорошо, если у вас рядом расположена гардеробная комната. А если гардеробной комнаты нет, то это конкретный косяк данной квартиры. Расшифруй про вытянутые комнаты. Что с ними не так? При строительстве дома есть определенный норматив. Если соотношение сторон превышает соотношение 1 к 2, это значит, что у вас нарушена инсуляция. Потом, оптимальная комната для глаза – это комната квадратная. То есть, если у нас комната прямоугольная, мы с помощью мебели стараемся ее максимально аквадратить. Если ваша комната слишком вытянутая, соответственно, аквадратить мы ее можем только с помощью организации гардеробной комнаты. И здесь встает вопрос, а где, собственно, расположена дверь в вашу комнату? А что если окно по длинной стене? Если окно находится на длинной стене, история совершенно другая. Получается, что если у нас комната вытянута вот так вот поперек вдоль фасада, есть большая вероятность, что в вашей комнате два окна. И тогда комнату можно разделить на две полноценные отдельные зоны. Даже если в этой комнате одно окно, соответственно, комнату все равно можно как-то зонировать. И, возможно, это будет плюс, а не минус этой комнаты и, соответственно, вашей квартиры. Ольга, ну у нас сейчас полстраны до сих пор живет с одним санузлом. То, что полстраны живет в таких условиях, ничего хорошего в этом нет. Это не современно. И современная тенденция заключается в том, что в квартире стараются делать даже два санузла, а не то, что один санузел. Если санузел в квартире один, и он совмещенный, это годится для проживания одного человека. Если в квартире два человека, соответственно, требуется санузел раздельный. А желательно, чтобы все-таки было два стояка и санузлов было два. А что, до сих пор часто попадаются квартиры с одним совместным санузлом в новых домах, в новостройках? Как я уже сказала, это не современная тенденция. И, соответственно, каким образом вы будете потом эту квартиру продавать. То есть, если вы покупаете квартиру и планируете, что вы в ней будете проживать, а потом, возможно, вы ее продадите, учтите, что квартиру с одним санузлом, особенно совмещенным, будет продать достаточно сложно. Когда-то у нас и на дачах были туалеты на улицах, а сейчас практически не встретишь такую историю. Это считается устаревшим вариантом. Какие подвохи в сложных формах помещения? На планах от застройщика это зачастую выглядит очень красиво. Откуда вообще берутся сложные планировки? Перед архитектором стоит несколько задач. Сделать красивый дом, сделать те квартиры, которые необходимы застройщику. И, соответственно, получается, что угловая секция, она всегда остается по остаточному принципу. Поэтому, если эта угловая секция, этот архитектурный изыск приходится на вашу квартиру, изначально посмотрите на свой план и посмотрите, где именно у вас сложные участки. Углы острые, углы тупые – это всегда минус в квартире, а не плюс. Если тупые углы еще можно как-то обыграть, то острый угол, он всегда нефункционален. Круглые стены однозначно нефункциональны, потому что вся мебель у нас прямоугольная. Например, если взять вот эту вот квартиру, она вся сложной формы. Вот эта комната вполне адекватная, а вот эта комната очень сложная, кухня-гостиная. Тут еще стоит большой вопрос, где именно в этой кухне-гостиной мокрая зона. И как мы будем использовать вот этот вот острый угол. Куда мы поставим диван, куда мы поставим телевизор. Соответственно, покупая такую квартиру, надо изначально понимать, как вы будете расставлять мебель. Естественно, часть метров просто пропадет, и это действительно так. Очень часто в этом метраже делают какие-то гардеробные комнаты, кладовки. Но полки-то тоже у нас прямые, соответственно, метраж однозначно пропадает. Простенки очень хорошо видно на вот этих вот планировках. Вот у нас входная дверь. Мы видим, что простенок маленький. Соответственно, сюда у нас лезает только шкаф с торцевым вешалом. Рядом у нас находится гардеробная комната. Но форма этой гардеробной комнаты тоже неудачная. Либо мы располагаем полки по одной стороне, и тогда у нас пропадает практически весь этот метраж, 3,2 квадратных метра. Либо мы располагаем вешала вдоль вот этой вот стены, и тогда непонятно, что у нас остается на проход. Если мы возьмем вот эту вот квартиру, здесь абсолютно та же самая история. Кроме того, что здесь гардеробной комнаты нету вовсе. Мы вот сюда ставим шкаф с торцевыми вешалами, и у нас получается узкий-узкий коридор при входе. А вот, пожалуйста, студии. Вот эта студия совершенно маленькая, 24,6 квадратных метров, а эта студия чуть побольше, 26,4. Но посмотрите, эта студия оказывается более удачная, потому что здесь есть простена, где можно расположить шкаф-купе. А в студии это очень важно. А в данном случае у нас вроде бы с одной стороны прихожая такого же метража, большего метража наша основная комната, но шкаф поставить некуда вообще. А что значит маленькая кухня? Маленькая это сколько метров? Маленькая кухня это кухня меньше 10 метров. Все дело в том, что у нас традиционно на кухне мы кушаем, у нас там должна располагаться обеденная группа. Если бы у нас была кухня и столовая, соответственно, непосредственно зона готовки можно сделать совсем маленькую, ну метров 5. Есть такая история, как кухня-ниша. Так вот кухня-ниша должна быть по нашему законодательству не менее 5 метров. И соответственно, если вы планируете в вашей квартире какую-то перепланировку и хотите организовать в нежилом пространстве кухню-нишу, надо понимать, что у вас там должно быть отведено под кухню-нишу не менее 5 метров. Окна в пол это хорошо или плохо? Окна в пол это в первую очередь дорого и затратно потом в эксплуатации. Во-первых, ваш стеклопакет окна в пол может оказаться достаточно холодным, вам придется его менять. Во-вторых, окна в пол это скорее всего встроенные в пол радиаторы, а это достаточно дорого. И в-третьих, вопрос, где вы будете ставить свою мебель? Потому что окна в пол, панорамное остекление, это достаточно много стекла, это красиво, но надо сразу предусмотреть будущую мебелировку в своей квартире. Встречаются новостройки, где на плане квартиры не размечены комнаты, а показаны только влажные зоны. Такая ситуация это плюс или минус квартиры? Трудно сказать хорошо это или плохо, все дело в том, что вам в любом случае необходимо будет получить выделение мокрых зон и вам необходимо будет получить типовой план этой квартиры от застройщика. Все дело в том, что независимо от того, в каком состоянии сдается ваша квартира, есть мокрая зона, есть жилое помещение, есть нежилое помещение. Если, допустим, вы получаете план БТИ, на котором обозначена исключительно мокрая зона, а все остальное помещение написано, что это жилая комната. Эта ситуация может быть выгодной, если вы ремонтируетесь первым. И эта ситуация может быть невыгодной, если ваши соседи уже отремонтировались. Что это значит? Существует мокрая зона, которая обозначена у вас на плане. Существует все остальное пространство. Все остальное пространство это жилое помещение и нежилое помещение. Так в обычных квартирах. У вас ситуация выглядит немножко по-другому. У вас есть общее пространство и у вас есть выделение мокрой зоны. Соответственно, вы можете варьировать помещение между комнатой и потенциальным коридором, как вам угодно. И на ваш коридор можно расширить зону кухни, то есть расширить свою мокрую зону. Но все дело в том, что если сосед сверху уже отремонтировался и уже на зону коридора расширил свою кухню, вы именно на этот пятачок не можете расширить зону своей спальни. То есть вы ограничены его планом, если он свой план уже согласовал. Сейчас застройщики часто предлагают квартиры в предчастовой отделке, так называемый white box. Это реальная экономия? Вопрос достаточно спорный, экономия это или нет. Вы должны понимать, что вы покупаете готовое решение. Если планировка вас 100% устраивает, то это хорошо, потому что по сути часть работы уже проведена застройщиком. То есть вам действительно остается только заняться отделочными материалами. А если вы планируете хотя бы незначительную перепланировку, то вся прелесть этой квартиры теряется. Из минусов, как архитектор могу сказать, что с такими квартирами очень сложно работать. Потому что приобретая эту квартиру, там уже разведена электрика и уже подведены коммуникации. Вопрос, под какую мебелировку разведена эта электрика? Точно ли вас устраивает это количество розеток? В нужном ли месте расположены эти розетки? Возможно, вы поставите мебель каким-то таким способом, что мебелью закроете розетки от застройщика. Вас не будет это устраивать. Поэтому работать с квартирами white box достаточно сложно. Заказчики часто хотят дополнить свою электрику, дополнить свое освещение. Возможно, сделать какую-то перестановку в санузле, а это перетяжка труб. Застройщики очень неохотно дают вот эту информацию. То есть, собственно говоря, технический проект, как именно они разводили электрику. Электрика, допустим, разведена у вас по полу, а вы хотите сделать теплый пол. И тут вопрос, каким образом вам не попасть в эти провода? То есть, получается двойная работа. White box. Неплохая история, если вас абсолютно устраивает планировка. Если вас абсолютно устраивает то количество розеток, которые вам предлагают. То качество розеток и то место расположения. Одним словом, квартира в предчистовой отделке это хорошее решение, если она устраивает вас стопроцентно. Если вас устраивает то количество розеток, которые вам предложил застройщик. То местоположение розеток, те привязки по сантехнике. То это супер. Как только идут какие-то переделки, это получается достаточно дорогое решение. Например, даже работа замерщика в этой квартире стоит дороже, чем работа замерщика в бетонном мешке. Здесь есть нюансы. Он должен промерить не только стены, но и промерить ваши выводы проводов на потолке, промерить ваши розетки и промерить все выводы ваших коммуникаций. Вот, например, вот эта двухкомнатная квартира очень интересна для рассмотрения. Две комнаты. Как вы думаете, годится ли эта квартира для проживания семьи с ребенком? Например, вот эта спальня. Общий метраж спальни 11,8, но при этом явно метра два занимает вот этот вот коридор, по которому мы идем. Соответственно, что можно сделать для того, чтобы эту спальню сделать более адекватной? Необходимо перекрыть вот этот вход. Здесь при входе тоже никуда не поставят шкаф. Соответственно, можно вот здесь сделать нишу для шкафа-купе. Все вот это место отделить под гардеробную в спальне или, допустим, под полноценный шкаф отсюда из гостиной. И вход в спальню сделать уже отсюда. Соответственно, у нас получаются комнаты смежные между собой. То есть, их можно назвать изолированными достаточно условно. Поэтому эта квартира для проживания семьи с детьми не подходит. Эта квартира подходит исключительно для семейной пары. Я правильно понимаю, что в этой 11-метровой спальне 2 метра площади мы теряем из-за коридора? И у нас остается всего лишь 9 метров? Здесь не просто так посчитали эту комнату вместе с этим коридором. То есть, вот это пространство не отнесли к этому коридору, а отнесли именно к комнате. Все дело в том, что изначально, когда мы смотрим планировки, нас пугают маленькие метражи. То есть, человек, когда покупает комнату и смотрит, что она 9 квадратных метров, он сразу говорит фу и уходит. Здесь он смотрит на буклет. Смотрит, что комната 11,8. Но при этом метраж-то посчитан вместе вот с этим нефункциональным коридором. Мы здесь только проходим. А вот по факту, на этих 9 метрах что можно разместить? Какую минимальную кровать? Ну и, допустим, какой-то небольшой столик для ребенка, чтобы он учился. 9 метров, в принципе, комната, которую можно организовать для одного ребенка. Но все дело в том, что здесь огромную стенку занимает вот это вот окно. Мы как раз говорили про панорамные окна. Дальше мы ставим вот сюда, допустим, кровать. И совершенно непонятно, куда ставить шкаф и куда ставить рабочий стол. То есть, комната неудачная в априори. Ну хорошо, а кровать мы можем поставить около окна? Кровать мы можем поставить около окна. Вопрос, как мы подойдем к этой кровати? Удобно ли это будет? Потому что, если мы кровать поставим около окна, мы кроватью займем все пространство. Недавно в одном из жилых комплексов продавались квартиры на первом этаже с высотой потолков 3,90. У меня есть сильное подозрение, что застройщик изначально там планировал сделать коммерческие помещения, но потом по каким-то причинам перепозиционировал их в жилые. Вот такая высота потолков, это плюс или минус? Что с ним можно сделать? Это не плюс и не минус. То есть, это плюс данного помещения, разумеется, потому что 3,90 это красивые потолки. Это большая кубатура. Но все дело в том, что антресоль вы там не сделаете точно. Если вам пообещали, что вы можете сделать там антресоль, это большое заблуждение. На антресоль нужна высота 2,20 первого этажа, дальше высота перекрытия минимум 10 сантиметров и 2,20 высота второго этажа. Плюс к этому 3,90 скорее всего это от бетонной плиты до бетонной плиты. Соответственно, у нас еще пирог полос, есть сантиметров 10. Сейчас популярны небольшие квартиры-студии в районе 20 квадратных метров. Когда я смотрю на планы этих помещений, я не понимаю, куда там можно разместить какие-то более-менее крупные или среднегабаритные вещи. Типа зимние одежды, небольшого велосипеда, коляски, какого-то спортинвентаря минимального. Но тут надо быть адекватным человеком и понимать, что если вы покупаете студию 18-20 квадратных метров, то коньки-ролики вы храните в каких-то других помещениях. Либо вы покупаете у застройщика отдельную кладовку, либо у вас есть гараж, где вы все это складируете. Одним словом, эти квартиры не предполагают коньки и ролики. Следующая квартира с архитектурными изысками. Вот здесь у нас очень острый угол у комнаты и вопрос, что мы туда поставим в этот острый угол. Скорее всего, если вы обратитесь к дизайнеру, дизайнер вам там нарисует либо кресло, либо какой-то цветок. То есть, по факту, этот метраж пропадает. Вот чудесный пример простенка узкого коридора около входной двери. Около входной двери совершенно маленький простенок. При этом дверь, вы видите, она сдвинута именно в эту сторону. Непонятно, где делать выключатель, непонятно, где делать видеодомофон. Здесь у нас может расположиться разве что открытая прихожая узкая или, допустим, галошница под обувь. Здесь у нас фантастическое помещение 2,6 квадратных метра, такой угол для наказаний. Назвать это гардеробной нельзя, потому что здесь по функционалу полки мы сможем расположить или вешало только вот здесь. А здесь, простите меня, сантиметров 70. То есть, 2,6 квадратных метров пустого пространства, потерянного для квартиры. Но почему пустое? Может быть, это как раз и есть то самое заветное место для хранения швабр, лыж и прочей домашней утвари? Ну, разве что, можно позиционировать это как место для хранения крупномеров и длинномеров. Но все вешало и все полки, я повторюсь, они имеют определенную глубину и они идут всегда по прямой. Вот здесь вот так вот повдоль, где у нас длинная вытянутая стена удобная, мы ничего расположить не сможем, потому что мы не сможем подойти к дальней стороне наших полок. Ну, понятно, зато туда, наверное, неплохо впишется большая полка для обуви. Обувницу мы тоже здесь разместить не сможем, потому что здесь тупо узко. Если посмотреть на вот эту вот ширину и ширину входной двери, абсолютно очевидно, что здесь не больше 70 сантиметров. А полки занимают минимум 50. Единственное преимущество этой квартиры, что здесь дети могут кататься на велосипеде. Вот отсюда поехал и сюда повернул. То есть, это тот самый длинный узкий коридор. Вот такой вот кайфушка для всяких велосипедов и для развлечений маленьких детей. Чтобы было понятно, что не всегда все так плохо, показываю хорошую, удачную гардеробную. Та гардеробная была 2,4 квадрата, эта гардеробная 2,3 квадратных метра. Но здесь можно расположить полки и вешала Г-образно по одной стене и по другой стене. Совершенно спокойно можно будет подойти и к дальним полкам, и к тем полкам, которые расположены по длинной стене. Да, но именно в этой квартире как раз есть ваш любимый угол в одной из комнат. На самом деле здесь нету острого угла, здесь угол тупой. И если внимательно посмотреть, здесь можно расположить, допустим, вот здесь вот диван, а с этой стороны телевизор. Или наоборот, здесь можно расположить, допустим, маленький журнальный столик. А потом я в этой квартире обсуждала удачную гардеробную, а не неудачную гостиную комнату, которую я не считаю неудачной, потому что ее можно обыграть. Что может напрячь в этой квартире, раз уж мы обсуждаем всякие странности и всякие чудные места? Да, посмотрите, вот здесь вот несущая стена уходит в сторону коридора. Соответственно, надо понимать, что вот этот короб возник у нас неспроста, здесь вент-короб. И если вы вот сюда вдоль стены поставите шкаф, у вас получится очень узкий коридор, потому что проход вот здесь вот явно не больше 90 сантиметров. Но зато в этой квартире, мне кажется, замечательно присоединяется лоджия. Лоджия здесь присоединяется ровно так же, как присоединяется по законам во всех остальных квартирах. Все дело в том, что если это помещение выделено отдельно, посчитано отдельно, оно явно холодное. Соответственно, тепловой контур туда не вынесем. И это иллюзия, что можно снести вот эти вот стенки и получить единое пространство. Это всего лишь лоджия, а это гостиная. Я как дизайнер на самом деле люблю странные квартиры, но вот это вот явно какой-то угол для наказаний. Мало того, что здесь есть вот этот вот острый угол, о котором я говорила, с которым всегда большие сложности. Здесь есть какой-то непонятный вот этот вот закуток. Вот это Г-образное помещение называется кухней. И тут вопрос, где в этой кухне мокрая зона? Скорее всего, она именно вот в этом вот закутке. Как здесь расположить кухонную мебель? Мы обсудили самые распространенные проблемные места в квартирах. Если в вашей квартире они существуют или в той квартире, которую вы себе присмотрели, советую не пожалеть времени и проконсультироваться со специалистом, с архитектором, с дизайнером и со строителем. С вами была Ольга Чайка на канале Чайка-Чертила. Пишите в комментарии, подписывайтесь на инстаграм и подписывайтесь на мой канал.